Приветствую всех на канале Матковод. С вами я Игорь Игорь, моя любимая жена Машенька. Маша говорит, там мама прячется. Итак, друзья, вчера был ролик по поводу того, что мы трясем пчелу. И, ну, как я понял, судя по комментариям, некоторые люди не поняли, зачем мы же трясли пчелу. Что это за процедура, что это за ритуал и для чего он нужен. Ну, и я хотел объяснить, зачем это надо. Вот ведро, которое мы вчера натрясли. Оно вчера в обед было натряшено, после чего было помещено в прохладное место. Это в подвал. Ну, прохладное, пускай будет где-то 10 градусов. И там стояло до теперешнего утра. Как происходит это все? Пчелы, когда в ведре, ну, когда они еще более активны, они собираются на крыше, на крышке таким куполом. И сидят. За счет того, что в помещении прохладно, они сидят без корма, и в этой емкости, на сверленной дырке, ну, можно сказать, воздухообмен не очень большой, пчелы начинают понемногу уставать. Ну, от того, что вырабатывать углекислый газ, что их понемногу начинает присыплять. И холод играет свою тоже определенную роль, что просто пчелы просто висели-висели на крыше, после чего у них уже, ну, как бы, потеряли сознание, можно сказать, и падают, как бы, на низ. Вот, друзья, на данный момент они вот так выглядят. Ну, сейчас, за счет того, что я открывал крышку, когда брал с подвала, сейчас открыл раз, вот сейчас второй, кислород попадает им в камеру, ну, как бы, в ведро. И пчелы начинают быть более активны. Ну, вот, например, еще только что они были менее активны. Сейчас видим, они уже понемногу оживают. Ну, мы не допускаем до этого, но только ради вас я это сейчас показываю. Я стараюсь сразу же брать их и заселять в нуклеусы. Также, друзья, эти пчелы нужны для заселения этих нуклеусов. Ну, у нас есть немного наша выработанная технология, так как в таком методе работы надо свои определенные методы. Мы, значит, их выдерживаем без еды, холодные, голодные, без еды, с малым количеством воздуха. Это первый фактор. Второй фактор. Нуклеусы, которые прилегают к теперешнему заселению, мы их на ночь ставим в теплое помещение, чтобы они нагрелись. Для того, чтобы эти холодные пчелки, такие полу, можно сказать, в коматозе, чтобы мы их не кинули в холодное место, закрыли их, и они просто-напросто могут не подняться. Мы их кидаем в теплое, что стенки улья сами же их сразу же нагревают, они быстренько приходят в себя и начинают работать. И этот же нуклеус уже заселенный. Мы опять заносим в теплое помещение для того, чтобы пчеле первые сутки было более комфортно, чтобы она вся как бы ожила, начала работать. А после этого уже выносим на улицу. Но на улице тоже. Двое суток они будут закрыты. Но весь секрет в том, что когда пчела в таком состоянии, полуживая, когда мы ее заселяем в теплый нуклеус, сейчас у нее стрессовая ситуация. И когда мы ей даем сейчас хорошие условия, вот таких пчел не обязательно поливать водой. Но хотя если мы еще немного сейчас с вами постоим, поговорим, их все-таки придется поливать водой. Если бы мы сразу начали заселять, они бы были вот такие неактивные, мы бы их не надо было поливать. Что говорит о том, чтобы мы им не дали лишней, опять же, работы. Потому что вот то, что мы их намочим в нуклеусе, они будут мокрые, будут это все лизать и слизывать друг с другом. Добра им это не принесет, так как в итоге потом при облете можно наблюдать будет на крышах пару следов как бы какашек. Потому что они будут это все слизывать, желудки забьют этой лишней водой и тому подобное. Также можно будет и внутри в нуклеусе обнаружить пару следов опражнений. А мы сейчас их голодных, замерзших, даем в теплый нуклеус, где есть еда. И в таком, на наш взгляд, заселении нуклеуса прием маток максимальный. Так как, ну, очень большой прием, практически всегда у нас 100%. Потом только уже бывают слеты, которые, ну, потому что мы заполняем свой нуклеусный парк поэтапно. И когда вот поставили один ряд, потом он уже облетелся, ставим второй, замечаем, что в первом ряду получаются какие-то слеты, так как они просто механически заходят в другой. Потому что они привыкли, например, у них этот ряд. А сейчас появился тот. И они просто-напросто как бы думают, что то ихний. Ну, это потом, это все буду потом показывать. И, ну, как бы в таком, в таком исполнении заселения очень хороший прием маток. Хороший, ну, нам так нравится. Кто-то делает сытых заселяет. Ну, кто как делает. Разные. У нас же наш метод, которым мы, как можно сказать, успешно работаем. Сам метод, ну, само заселение мы снимем немного позже, так как сегодня первое заселение, сейчас у нас что-то пойдет не так, что-то опять забудем, что-то, ну, это не хотим снимать. Когда уже устаканится, через пару дней все вам снимем, покажем. А теперь я просто объяснил, зачем же мы трясли ведро, почему мы в него трясли так, почему именно ведро, потому что мы в этом году даже все-таки заказали лейку для трушения пчелы металлическую на одном из вайберов группах переписок. Там человек, ну, показывал, как бы рекламку, что он делает, и мы заказали. Но руки у нас так и не дошли сделать ящик. Ну, и, ну, наш метод нас вполне устраивает. Так как он хороший, мне заставляет мочить пчелу, что мне очень нравится. Мне позволяет вот при этом постоянном, когда открываешь, когда стрясываешь очередную рамку и закрываешь, летная пчела, ну, имеет возможность какая-то летная пчела вылечить. Что говорит о том, что мы берем только максимально нелетную пчелу, которая назад... Бабушка, привет. Привет. Которая назад, возвратиться не имеет возможности. А когда же все-таки трясется через лейку пчела, хорошо, если она трясется где-нибудь, ну, с другого участка, где-нибудь далеко. Тогда, да, она никогда уже не вернется с нуклеусного парка себе домой. Но если же это трясется, ну, близко где-нибудь, соответственно, попадает эта вся летная пчела, вы на ней заселяете, ну, а какая-то все-таки она возвращается в второе жилище. Тут же нам кажется, что и этот вопрос мы немного решаем. Все, друзья, на сегодня буду заканчивать. Ну, и сейчас еще заселим и покажем, как мы сложили. Нажимаем, Машенька, пока на паузу. Итак, друзья, заселили мы нуклеусы. Получилось, значит, вчера мы натрясли 33 рамки, получилось заселить 17 нуклеусов. Ну, в расчете получилось ориентировочно где-то 2 рамки на 1 нуклеус. В комментариях я некоторым там людям отвечал, что 1,5 рамки на 1 нуклеус. Но это когда как? Когда более обсиженность на рамках, соответственно, хватит и 1,5 рамки на нуклеус. Когда вот вчера была меньше обсиженность, тряслась, как бы, рамок, количество одинаковое, ну, соответственно, пчелы было на них меньше. И в этом году я кидаю чуть-чуть побольше пчел в нуклеус, так как ну, количество семей у нас увеличилось, а нуклеусный парк остается практически такой же, так что мы можем себе позволить кидать немного больше пчел в нуклеус. Соответственно, получилось ориентировочно из такого, как я вам вчера показывал, количество пчел и обсиженных на рамках, получилось 2 рамки, 1 нуклеус. 1 нуклеус, ну, знаете, какие у меня нуклеусы, мини-нуклеусы, на 1,8 рамку. 1,8 рамка, это получилось 8, в нуклеусе 1 рамка у нас 1,8. Соответственно, 8 рамок, это 1 додановская рамка. А мы стрясли 2 из улья, чтобы заселить 1 нуклеус. Какая-то часть слетит, какая-то блуждать будет, по соседним припросится, ну, будем смотреть, будем показывать. Все, друзья, на сегодня буду заканчивать. С вами были мы, подписываемся на наш канал, ставим классы, кому нравится, дизлайки. Все, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok